Здравствуйте! В эфире программа «Медицина XXI века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Новости и полезная информация о здоровье и красоте. В Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве провели успешную реабилитацию пациента после ишемического инсульта с использованием искусственного интеллекта. Там завершилось исследование нового программно-аппаратного комплекса. Он предназначен для двигательной, речевой и когнитивной реабилитации. Проведенное исследование не только подтвердило высокую эффективность восстановления и повышения качества жизни пациентов, но также расширило область применения технологий виртуальной реальности в медицинской реабилитации. Две трансплантационные программы стартовали в регионах России. В Иркутской областной больнице провели первую операцию по трансплантации сердца пациенту. А во Владивостоке, в первой краевой больнице, стартовала трансплантационная программа по пересадке печени. Как сообщает Минздрав России, в настоящее время в нашем регионе есть все необходимые кадровые и технические ресурсы для реализации новой программы, включая проведение операций по трансплантации почек. Их проводят во Владивостоке более двух лет. Дополнительные программы в субъектах России позволят повысить доступность медицинской помощи тем пациентам, которые исчерпали возможности других видов лечения и нуждаются в пересадке органов. В Приморском краевом перинатальном центре возобновила работу специализированная школа для родителей недоношенных детей «Ранее пташки». Так ласково врачи называют малышей, которые поспешили появиться на свет раньше срока. К ним всегда особое внимание и уход как со стороны медиков, так и родителей. Как рассказывает главный акушер-гинеколог края, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева, чтобы мамы и папы с легкостью могли разбираться в вопросах ухода за такими малышами, занятия будут проводиться регулярно. Сладкое или жирное? Врач назвала продукты, которые надо в первую очередь исключить из рациона, чтобы сохранить сердце здоровым. По словам кардиолога, кандидата медицинских наук Анны Корневич, первый и основной продукт, что может прозвучать неожиданно, не свинина и не сало и не какое-то жирное мясо, а сахар, в том числе различные сладкие напитки, включая соки и чай-кофе в баночках. Быстрые углеводы в организме легко перерабатываются в опасный жир, и при регулярном употреблении простых углеводов появление ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома, связанного с повышением давления, не заставит себя ждать. В качестве альтернативы сладкоежкам лучше обратить внимание на свежие фрукты, сухофрукты, орехи, мед. Полезные рекомендации по правильному питанию можно также найти на сайте Здоровое питание РФ. Онкологические заболевания по сути проблема уже каждой семьи в мире. Так заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Андрей Ильбови. В России с 2019 года запущена специальная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Ее цель – снижение заболеваемости и смертности от рака. И многое для этого делается в медицине. Но для людей, которые столкнулись с такой ситуацией, это всегда шок. Куда идти, кому звонить, где искать помощь – в поликлинику или сразу в онкодиспансер? А может быть, самим искать врача? Все ответы на эти и другие важные вопросы из первых уст в нашем интервью. Михаил Васильевич, Эльвира Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время с нами встретиться. Вопросов очень много к онкологической службе. И вот история из жизни. Позвонила пациентка, ну, женщина знакомая знакомых, скажем так, да. Ей поставили, она живет в крае, поставили там диагноз предварительной онкологии, в гинекологии. И женщина уже на тот момент узнала во Владивостоке где-то, да, что операция будет стоить 200 тысяч. И она была, конечно, крайне вообще потрясена всеми новостями сразу и спрашивала, неужели это так стоит операция. Вот. Люди узнали у меня, такой вопрос задавали, я говорю, да это бесплатно все. Вот этот подход у россиян остается – начинать искать каких-то знакомых. Хотя на самом деле, насколько я знаю, сейчас вы расскажете, что помощь онкологическая давно упорядочена. И так, если вот человеку ставят, ну, предварительный диагноз онкология, что ему делать, куда идти? Ну, давайте начнем с того, чтобы каждый человек понимал, что сегодня онкологическое заболевание – это не приговор. Мы понимаем, что в каждой практически семье, да, какие-то были случаи, когда тот или иной родственник страдал онкологическим заболеванием. Но хочу сказать, что сейчас медицина продвинулась довольно далеко вперед. Вот. Поэтому вместе с медициной вступают в силу приказы Министерства здравоохранения о направлении и маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями. С улицы сегодня человек не должен идти сразу в онкоцентр. Он сначала должен обратиться куда? В поликлинику по месту жительства. Где бы в крае он ни жил, да, он сначала идёт в поликлинику? По месту прикрепления. К терапевту? К терапевту либо к другому специалисту. Если там врачу, согласно анализам, что-то не нравится, если есть какое-то подозрение, дальше что делают? Пациента направляют в центр амбулаторно-онкологической помощи, которых на сегодняшний день в Приморском крае насчитывается 10. Там будут проводить обследование, углубленное обследование. Перед тем, как направить пациента, в поликлинике проведут простые анализы. Анализ крови возьмут на клинический, биохимический. Пациент может сдать кровь на ВИЧ, на гепатиты. Возможно, проведут УЗИ-диагностику. А уже в центре амбулаторно-онкологической помощи проведут углубленную диагностику. Возьмут биопсию, либо решат, где нужно будет взять биопсию. Проведут дополнительные углубленные исследования, КТ, МРТ-диагностику, эндоскопическую диагностику. Сдадут кровь на онкомаркеры, если это требует клинической рекомендации. И уже на каком этапе человек может попасть в Приморский центр онкологической помощи вот сюда? Это если что? После проведения обследования по результату биопсии и верификации диагноза пациент направляется к нам в Приморский краевый онкологический диспансер. Поставили диагноз, либо имеют подозрения. Иногда есть всё равно ряд нюансов, и требуется ещё дополнительное обследование у нас в клинике. Вот смотрите, мы постарались так построить маршрутизацию путь пациента, чтобы он на каждом своём этапе мог быстро и в условиях имеющегося оборудования пройти обследование. Поэтому по месту жительства он проходит одно обследование. В центрах амбулаторной помощи он проходит более углубленно обследование, потому что мы постарались оснастить центры амбулаторной помощи всем тяжёлым, в том числе оборудованием, необходимым для диагностики. Там же он берёт биопсию. Онкологический диспансер берёт на себя особенные сложные случаи, особенное сложное оборудование, которое есть только в онкологическом диспансере. Такие как компьютерная томография, магниторезонансная томография, это сложные случаи эндоскопических исследований, ультразвуковые сонографии, это синтиография, это моногистохимические, молекулярно-генетические. То есть весь спектр того, что есть только в онкологическом диспансере. Какие виды помощи здесь может пациент получить? Либо обследование с помощью дополнительных сложных методик, и в том числе и виды лечения, которые мы проводим. Это отделение радиотерапевтического профиля, это отделение чисто лекарственной противопухолитерапии, это хирургическое абдоминальное отделение, это хирургическое отделение заболеваний молочной железы, отделение онкогинекологии. Мы также направляем и в наши соседние учреждения, тысячеконечную больницу пациентов с урологической патологией, в онкоурологическое отделение. Если требуется операция на голове шеи, мы направляем там же, в Владиславской клинической больнице, номер 2 отделение шеи, попухоли, мягкие ткани и кожи. То есть наша поликлиника направляет вот эти отделения для оказания разных видов, разных локализаций. Ему туда напрямую идти не надо? Искать врачей, вот как люди всё-таки часто ещё стараются сделать? Нет. У нас, согласно законодательству, тех пациентов, которых не можем оказать медицинскую помощь в условиях онкологического диспансера, имеем возможность направить в центры. В Владивостоке. У нас кроме онкологического диспансера ещё помощь при онкологическом заболевании оказывает Министерственный центр Дальневосточного федерального университета и центр ДВОМС, это учреждение медико-биологического агентства Министерства здравоохранения Российской Федерации. У них в Министерстве здравоохранения выделяются определённые квоты в течение года. Правда, их может быть не всегда достаточное количество, но у них имеется возможность оказывать онкологическую помощь и в этих двух федеральных учреждениях. Вот смотрите, возвращаясь к тому примеру, с которого я начала, к пациентке, которая где-то просчитали, что операция будет стоить 200 тысяч. Здесь помощь оказывается какая платная, какая бесплатная. В Приморском краевном онкологическом диспансерии вся помощь оказывается по полюсу обязательного медицинского страхования и оказывается бесплатная. Да, 99% – это всё лечение за счёт средств нашего государства. Если вы знаете, что в нашей стране реализовывается с 2019 года национальный проект борьбы с онкологическими заболеваниями, и в рамках этого проекта дополнительно выделяется специальное федеральное средство Приморскому краю для покрытия дефицита, оказания лечения, в том числе и противопухолекарственной терапии. Вы сказали 99%. Ну, есть иностранные граждане, у которых нет полюса обязательного медицинского страхования, поэтому, если необходимо, если установлен диагноз, мы можем оказать ту помощь на платной основе. Вы сказали про квоты. Если человеку поставлен диагноз, и помощь нужна срочно, а квот уже нет, тогда что? Такого быть не может. Что касается онкологического диспансера, у нас ежегодно утверждается план задания государственного в рамках программы бесплатно оказания медицинской помощи. И этих объёмов, этих квот достаточно. Есть единственное, что сложные случаи, по которым мы можем направлять наших пациентов в центры, так называемые национальные медицинские институты онкологии, где через, может быть, Министерство здравоохранения эти квоты выделяются федеральные для оказания медицинской помощи, либо мы направляем их в другие медицинские учреждения, уже по желанию пациента, для обследования или лечения. Интернет, да, и все читают, где что лучше делают, какие виды операции. И вот если, допустим, человек сам хочет прооперироваться, ему поставлен диагноз, но он хочет оперироваться не во Владивостоке, а поехать в Москву или Санкт-Петербург. У него есть такая возможность? Он может выбрать? Да, если на сегодняшний день пациент может выбрать в таком случае медицинскую организацию, например, к федеральному клинику федерального уровня, он по месту прикрепления, либо у нас в онкодиспансере, может запросить форму 057У на госпитализацию, то есть лечение непосредственно на обследование, на консультацию в федеральной клинике и получить лечение там при необходимости. Да, но эту форму 057У выдает уже врач-онколог поликлинического отделения онкологического диспансера. Ну и еще хочу сказать, что вся помощь, которую мы направляем, оказывается бесплатно в рамках, опять же, обязательного медицинского страхования, в рамках межтерриториальных расчетов. Может ли сложиться такая ситуация, когда срочно нужно, ну, например, облучение, радиологическое лечение, а там вот очередь, все расписано? Вот я слышала какое-то количество лет назад, давно. Ну, это уже, знаете, это уже в виде каких-то, может быть, да, слухов, там уже мифов и легенд. На самом деле это было раньше, да, когда действительно у нас не было такого количества аппаратов, оборудования для радиотерапевтической помощи. Но в рамках национального проекта мы уже имеем, оснащены четырьмя современными линейными ускорителями, поэтому помощь на сегодняшний день, ну, буквально с колёс, 3-5 дней после того, как человек подготовится, сдаст необходимые анализы, мы сразу принимаем его на лечение в радиотерапевтическое отделение. Про химиотерапию. Вот сейчас тоже скажете, что правда, а что слухи. Люди рассказывают, что химиотерапия препаратами, таргетная терапия, она легче переносится, безопаснее, да, часто недоступна, и приходится обращаться за такими препаратами в частные центры. Есть несколько, где можно пройти химиотерапию. Вот что правда, что нет. На самом деле у нас есть решение врачебной комиссии, как я уже говорила ранее, и все решения опираются на клинические рекомендации. Если согласно клиническим рекомендациям пациенту показана таргетная терапия, либо иммунотерапия, это будет прописано в решении врачебной комиссии, и пациент будет получать данный вид лечения. На самом деле мы на сегодняшний день видим немножко другую ситуацию, когда приходят пациенты из частных клиник, и они понимают, что там им лечение было назначено неверное, не по клиническим рекомендациям. Могу привести пример. Недавно к нам обратилась пациентка, которая лечилась в одной из частных клиник города Владивостока и получала химиотерапию пациентка с заболеванием молочной железы. Она после двух курсов химиотерапии обратилась в пациентскую организацию, их на сегодняшнее достаточное количество, чтобы понять, верно ли назначено ей то лечение, которое она оплачивает самостоятельно. В этой организации сказали, что лечение назначено не по клиническим рекомендациям, и рекомендовали обратиться к нам, в Приморский краевой онкодиспансер. Она попала к нам на врачебный консилиум. Мы составили ей решение врачебной комиссии на таблетированную лекарственную терапию. И пациентка также была оформлена телемедицинская консультация с нашим научно-исследовательским референсным институтом мисс-онкология имени Блохина. Затем пациентка решила получить третье мнение. На тот момент она... Можно было выезжать в иеропопейскую клинику, одну из ведущих, где ей также подтвердили наш план лечения. Она вернулась и на сегодняшний день уже более 9 месяцев успешно с 4-й стадии заболевания рака молочной железы получает таблетированную терапию одной из современных направлений на сегодняшний день, что и не было назначено изначально в частной клинике. Вот вы рассказали, что вы провели телеконференцию, да? Как часто вы обмениваетесь опытом или в каких ситуациях вот такие конференции? У нас же есть новый порядок онкологический 116 Н. Там чётко прописано, какие нозологи мы должны беспрекословно всегда проводить телемедицинские консультации. Ну, например, опухоли злокачественные средостения, спинного мозга, опухоли тимуса, опухоли мужской репродуктивной системы, трофобластические опухоли, там целый перечень. Это мы, безусловно, делаем телемедицинские консультации. В некоторых сложных случаях, когда требуется ещё второе стороннее мнение, мы также оформляем телемедицинские консультации нашим пациентам. Ну, телемедицинская консультация ещё чем хороша тем, что прежде чем, может быть, направить пациента в центр на лечение по федеральным квотам, у нас есть возможность проконсультировать его в режиме телемедицинской консультации, что его в этом центре имеют возможность уже пообследовать или пролечить. А может ли быть такая ситуация, что в Приморье не могут оказать помощь по поставленному онкологическому диагнозу? Ну, конечно, бывают такие случаи. То есть мы ежегодно даём направление порядка 180 пациентам для лечения по федеральным квотам. На сложные случаи это чаще всего пластические какие-то операции, которые требуют реконструктивных элементов, которые невозможно выполнить достаточно сложно. Вы сказали, около 180 человек. Это из скольки? Обычно число неизменно случаев впервые выявленных заболеваний. Это порядка 7000 случаев ежегодно. У нас на первом месте заболевание рака лёгкого. На втором месте заболевание толстой кишки. На третьем – молочная железа. На четвёртем – рак желудка. На пятом – это заболевание женской репродуктивной сферы. Я уже не сказал, у нас, в принципе, на втором месте стабильно рак кожи. Но вы, как практике, видите причины, допустим, если рак кожи? Понятно, что это, скажем так, была раньше такая возможность и доступность в странах Азии постоянно посещать. И есть так называемый ультрафиолетовый индекс, который на самом деле вызывает онкологические заболевания. Увлечение одно время модно было соляриями. Вот это всё приводило к тому, что на втором месте показатели были вот онкологическая заболеваемость, такие рак кожи. Но есть страны, где солнце вообще 365 дней в году. Да, но там люди стараются защищаться. А рак лёгкого с чем можно связать такие цифры? Ну, во-первых, очень много стажированных курильщиков в Приморском крае. Стажированные курильщики – это те, кто курят более 15 лет, более одной пачки сигарет в день. И отсюда они в высокой группе риска по заболеванию лёгкого. И здесь нужно сказать о том, что у нас на сегодняшний день проходят скрининговые программы. Для стажированных курильщиков в Приморском крае организовано низкодозовое КТ-исследование лёгких. Один раз в 5 лет. Если всё хорошо, то через 5 лет пациент ещё раз проходит это КТ-исследование, если он является стажированным курильщиком. А что вы думаете по поводу вейпов и онкологии? Не только вейпы. Есть подогревание табака. А всё это содержит ещё более мощный заряд никотина и ещё хуже действует на лёгочную ткань. И ведь никотин вызывает не только рак лёгкого. У женщин он может вызывать и участвует в развитии рака молочной железы. Что ещё более интересно, есть рандомизированные как храновские исследования, такие массовые, очень длительные исследования, что может вызывать и рак шейки матки, рак цервикального канала у тех женщин, которые длительное время курят. Поэтому здесь очень много факторов риска, всё связанных с онкологией. Известно, что огромное значение после лечения имеет реабилитация. После того, как он перенёс операцию, радиологическое лечение, химиотерапию надо восстанавливаться. Вот санаторно-курортное лечение, вообще онкологический диспансер какой-то имеет к этому отношению? Может, вы направление даёте? Смотрите, вообще на сегодняшний день, если говорить про реабилитацию, то она есть перед специализированным лечением, а если после. То есть пока мы планируем пациенту госпитализацию, мы уже можем заниматься реабилитацией в форме лечебной физкультуры, нутритивной поддержки. На сегодняшний день это всё проводится. Это может быть прописано и в центрах амбулаторной онкологической помощи, в том числе правильную составить график питания, план питания, дневник питания завести пациенту и начать лёгкую физкультуру перед оперативным лечением, допустим. После оперативного лечения также начинается уже другая реабилитация. Она есть в форме ЛФК, это лечебная физкультура. Есть мануальная терапия, есть физиотерапия. И мануальная физиотерапия не всем показана. Вот лечебная физкультура и активный образ жизни после оперативного лечения, он показан практически 90% пациента. Если говорить про санаторно-курортное лечение, мы, естественно, понимаем, что это лечение проводится после выполнения всего объёма специализированного лечения, которое прописано в протоколе решения врачебном комиссии. Ну, то есть уже, если, допустим, человеку было показано оперативное лечение, химиотерапия, лучевая терапия, он всё прошёл. Всё прошёл. Он на сегодняшний день оценил эффект, чем занимается и Центр амбулаторно-онкологической помощи, и мы этим занимаемся. Если при оценке эффекта мы считаем, что у пациента ремиссия, у него нет метастазов, опухоль не вернулась, то тогда пациенту возможно направление на санаторно-курортное лечение. У нас есть федеральный приказ по этому поводу. В санатории местного уровня. И климат должен быть, в основном, направляется весна и осень. Но зимой и летом не направляются в основном онкопациенты согласно федеральному приказу. Михаил Васильевич, в прошлом году были внесены изменения, определённые в порядок оказания онкологической помощи взрослому населению. Вот чего они коснулись? Они коснулись, в первую очередь, маршрутизации и сроков оказания. Онкология – это единственная специальность, где в порядках прописаны сроки поэтапно. Врач-специалист должен направить при подозрении онкологического заболевания к врачу-онкологу в течение трёх дней. Врач-онколог должен организовать взятие биопсии в течение одного дня и установлены сроки выполнения этих гистологических исследований при биопсии. Также даётся потом обследование врачом-онкологом, углубленное в течение 10 дней, чтобы он мог пройти согласно того стандарта. И после этого даётся ещё неделя для того, чтобы человек мог попасть в онкологический диспансер, пройти необходимое какое-то в течение недели до обследования и начать уже получать специализированное лечение. Контролируют все страховые медицинские организации, фонд медицинского страхования. И нас могут подвергнуть штрафные санкции за нарушение этих сроков. Также в порядках определённого, что мы можем лечить наших пациентов только по клиническим рекомендациям, которые ничем не отличаются от международных стандартов и клинических рекомендаций, протоколов лечения. Это касается именно онкологии. Это касается онкологии, и мы лечим одинаково, что в Корее, что в России, что в Америке. У нас есть ассоциации онкологических организаций, ассоциации онкологов, которые ежегодно выдают рекомендации свои по лечению, вносят определённые изменения. И одно из основных, я считаю, изменений, которые прописаны в порядке, это все пациенты, перед тем, как начать лечение, должны пройти онкологический консилиум. Онкологический консилиум – это врачей, несколько специалистов, которые могут составить план лечения. То есть один врач не решает судьбу пациента в онкологии. Входит порядка 10 специалистов, которые ежедневно собираются для того, чтобы составить план лечения. И так по каждому пациенту? По каждому пациенту составляется план лечения. Поэтому порядок он подразумевает, помимо маршрутизации, выполнение стандартов лечения, выполнение консилиумов. И уже мы говорили, есть ещё перечень обязательных телемедицинских консультаций при определённых локализациях. Если где-то что-то по срокам, которые вы назвали, не соблюдается, где-то может быть человек, обращается тогда в страховую компанию, да? Вы знаете, мы и сами ежемесячно онкологический диспансер следит за этими сроками выполнения, сроками обследования пациентам. Существует масса, конечно, ситуаций и проблем здравоохранения. Это, может быть, и отсутствие врачей определённых специалистов. И отсутствие, может быть, каких-то условий для проведения. Но мы стремимся, чтобы эти сроки в порядке оказания помощи соблюдались. Но не все же живут в Владивостоке, если это где-то в другой точке края. На сегодняшний день мы прописываем оптипальный маршрут пациента по основным локализациям, где прописано, что должна сделать поликлиника по месту прикрепления пациента, что должен сделать САОП, что должны сделать мы. И если что-то не получается, то, допустим, в Центре амбулаторно-онкологической помощи он нам это передаёт максимально в короткие сроки и пациента, и то, что он не может выполнить. Конечно, мы открыты, пациент может обратиться, у нас есть горячие линии. Это всё прописано на нашем сайте onkoprim.ru. На сайт ежедневно приходит масса, скажем, сообщений, масса вопросов от людей. Мы на каждое сообщение отвечаем пациентам. То есть есть человек, который всё это очень активно. Мы отвечаем, связываемся с пациентами и решаем их проблемы. Есть даже телефон напрямую, могут пациенты позвонить мне как главному врачу. Кстати, да, я обратила внимание, что там указан ваш телефон. Да, и я этим телефоном постоянно, если необходимо, пользуюсь. И сколько же вам пациентов звонит ежедневно? Ну, вы знаете, к сожалению, не так много. Может быть, и наоборот, счастью. Хорошо. Поэтому... Спасибо вам большое и за интервью, и за вашу помощь. А можно ещё сказать? Самое главное, что мы хотели сказать всем пациентам. В рамках диспансеризации, которые должны проходить граждане, население, существует онкологический скрининг. Наиболее основных распространённых заболеваний онкологических, которые выявляются. И выявление, которое в 50% случаев позволяет сократить смертность от онкологического заболевания, профилактические осмотры, которые бесплатно те граждане могут пройти у себя по месту жительства. Также я хотела пожелать всем нашим жителям Приморского края быть более активны в физическом плане. Не забывать, что есть такая методика 10 тысяч шагов ежедневно. Применение данной методики минимизирует риски заболевания онкологии, в том числе. Мироощущение, настроение, кто-то влияет на развитие опухолевых процессов? Ну, конечно. То есть это давно подтверждённый факт. Опухоли развиваются чаще всего при длительных хронических стрессах. Будьте уверены в себе, будьте оптимистами. А вы любите кормить птиц? Кто из нас, особенно в детстве, не крошил булку голубям и не проводил урок доброты собственным детям, приучая к заботе о братьях меньших? Между тем, врачи-инфекционисты настоятельно рекомендуют не увлекаться кормлением диких птиц, включая голубей с рук. Результатом могут стать реальные и опасные инфекции. Правда или миф, что кормление птиц с руки может привести к тяжёлым инфекциям? Абсолютно правда, потому что птицы являются переносчиками инфекционных заболеваний, в том числе таких, как сальмонеллез, орнитоз и многие другие инфекционные заболевания. Поэтому при контакте с птицами, когда особенно любят кормить люди с руки, либо дотрагиваться до их перьев, конечно же, человек может проконтактировать с инфекционным агентом. И если он не будет соблюдать гигиену, то есть мытьё рук после этого контакта, у него может развиться тяжёлое инфекционное заболевание. Могут ли быть источником данных инфекции птицы из домашнего живого уголка? Нет, они не подвержены в природе, которая находится. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина XXI века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова